Субтитры создавал DimaTorzok 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 Действительно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если бы законы природы в прошлом работали иначе Углеродный анализ вообще бы не работал Если мы делаем такое допущение Но мы верим, что это не так И поэтому мы имеем возможность предположить, что углеродный анализ работает Поэтому мы можем вычислить хронологию время этих останков Сколько они существуют под землей у себя Или где они там еще находятся То есть есть базовое положение, в которое мы верим даже в науке Какое здесь отличие такое-то может быть Именно фундаментальное, философское Конечно, понятно, что если по частностям мы пойдем Это будет понятно, в чем разница между религиозными верованиями Потому что есть религиозный характер и так далее Но в чем именно такое существенное отличие? Или все-таки его нет? Нет, ну я, во-первых, просто я... Ну, то есть, вот к тому, что ты сказал У меня есть ряд возражений Ну, я просто не считаю, что вот те вещи, которые ты перечислил Вот такая естественная реалистическая установка Я не считаю, что люди в нее просто верят А что? То есть, я считаю, что... Что-что? А как? Как? Давай Нет, я считаю, что это просто, ну, как бы рационально обоснованная позиция Да, что мы живем в реальном мире Который независим от нашего сознания Который... Да, есть, как бы, обратная позиция Ну, как бы... Ну и что? Да, ну... То, что... Ну, во-первых, дай так Немножко с другого конца начну Во-первых, я тебя вынужден поправить Управить на то, что не все ученые верят В то, на что ты указал Ну, например, если мы возьмем... В большей части И исторически большая часть Если мы возьмем, например, второй позитивизм Да, махизм Да Эрнста Маха То он не считал, например, что наука изучает реальный мир Он считал, что наука изучает опыт Да, он был, в общем-то, феноменалистом То есть, он считал, что все, что изучает наука Это, как бы, ну, вот Опыт человеческого сознания По поводу законов, которые не были другими Ну, во-первых, сейчас очень многие ученые склоняются к тому, что законы были другими До, там, ну, до большого взрыва Да, или что законы, они по факту другие В... В квантовом мире, например Что? В квантовом мире, например Да, да, да Или если мы многомировую интерпретацию квантовой физики допускаем То законы другие в других мирах Ну, тут проблема, с другой стороны, что не могут люди адекватно осмыслить квантовую механику Это уже совершенно другой вопрос, как бы Слушай, ну, квантовая... Не, ну, во-первых, что считать адекватным? Да, в принципе, физики признают, что они там занимаются в основном попытками что-то исчезти Там, Бояршинова того же смотрим Он не признает возможность адекватного описания квантовой, в общем-то, вселенной Ну, то есть, мы не можем это описать ввиду нашего, в общем-то, физического статуса Это очень тяжело, кстати, даже для физики Я, как бы, я не готов сейчас защищать квантовую физику Я понимаю, я... Потому что я не физик Я просто укажу на то, что, ну, тут существует разное мнение среди ученых же Ну, я просто еще вынужден указать на тот факт, что, ну, квантовая физика – это очень молодая наука Очень молодая То есть, ну, там, ей нету века еще, поэтому, может быть, все еще впереди А по поводу того, что вот такая естественная установка Ну, я просто не считаю, что это предмет веры Я считаю, что это вопрос аргументов То есть, окружает ли нас реальный мир Или же, там, все есть просто феномены нашего сознания, да, или что-то еще Это философские позиции, которые можно критиковать Их можно отстаивать рационально То есть, ну, как бы, высказывание Существует реальный мир, независимый от нашего сознания Оно не похоже на высказывание «Бог есть Троица» То есть, «Бог есть Троица», его принципиально невозможно доказать рационально Да, если мы не... Ну, мы можем просто это принять как часть нашей веры Тот факт, что мир реалий, ну, это многие философы защищали в своих философских системах Ну, в реальном смысле не Философы в своих философских системах и Бога защищали и Троицу И пытались это рационализовать каким-то образом Ну, вот я про Троицу, кстати, вот я... С Троицей реже, конечно, я согласен Я как бы не уверен, что с Троицей это так Ну, пытались То есть, Бога-то защищали, Бога действительно, существование Бога доказывали Но существование Бога как первопричина, это, в общем-то, философский вопрос Это вопрос метафизики, да, что есть некоторое начало мира Или есть там некоторое высшее благо, некоторое всесовершенное существо А Троичность Бога, это традиционный вопрос, который выносится за скобки, в общем-то, рационального обсуждения То есть, были просто попытки, скажем так, рационализировать это и попытаться это как-то осмыслить Но доказать вот это, я вот, если честно, ну, я более-менее знаком с историей теологии Я вот не помню каких-то там известных богословов или философов, которые говорили Сейчас я вам вот средствами естественного разума докажу, что Бог есть Троица И то, что Библия — это, значит, священное писание